I have ways of blowing things up The weekly choices are now a mystery Может пойдем в челлендж, может не пойдем В Рио-де-Жанейро у нас горы и моря Это выглядит как очень сложная местность Извиняюсь, просто я так понимаю, что мосты не равны тоннелям Ну то есть как в той же мини-метро у нас одно или другое Здесь одно не равно другому, тут придется выбирать Между тем, что ты хочешь Посмотрим, насколько мирным будет это прохождение Извиняюсь, я в этой местности вообще не особо рублю Я не знаю, где мы сейчас находимся Но я знаю, что Рио-де-Жанейро это один из крупнейших городов в Южной Америке Но на карнавале я там не был В принципе Да, да, кстати Я ни разу не был в Южной Америке Поэтому Не могу сказать, что я прям Что-то знаю про эту местность Не могу сказать, что я сильно грущу по этому поводу Что я там никогда не был Если кто-то сейчас смотрит из Южной Америки Пожалуйста, скажите Из какой вы страны, из какого города Потому что Ну, я вам скажу Я буду честен Я слышал относительно очень плохие вещи О том, что у вас там происходит И это как бы полностью отбивает желание И к вам туда ехать Если я в чем-то ошибаюсь Пожалуйста, поправьте меня На самом деле я пару раз разговаривал с людьми из Бразилии Которые именно европейцы Не местные, а которые переехали И живут там Ну, кто фрилансер, кто айтишник Вот такие То есть, кто может себе позволить Находиться где-то И при этом работать То, например, про Бразилию У меня сложилось некое впечатление Что там вполне можно жить Ну, в больших городах Если ты не местный Если ты соблюдаешь определенные правила Там, например Не выходишь в темное время суток В определенные места В определенные районы В некоторых районах Ты не ездишь с открытыми окнами в машине Ну, такие вещи А с другой стороны О, кстати, нам Нам тоннель дает и два светофора Возьму я два светофора Потому что у нас их вообще нету Хотя, я так полагаю Что тоннель мне понадобится и не один Но все же да Так вот Что вы знаете? Что вы слышали про Жизнь в Южной Америке? И Может быть Вы поделитесь каким-то стереотипом Или же наоборот Какими-то реальными фактами В общем-то интересно Вообще Так вот Чем больше Ты ездишь Куда-то в мире В какие-то разные страны Тем больше У тебя открывается кругозор Что, в принципе, абсолютно логично Но Иногда Ты приезжаешь И можешь, к сожалению Полностью убедиться В стереотипности мышления И Вот такие моменты Расстраивают Скажу честно Хорошо Я там В прошлый раз Очень сильно обломался Надо в этот раз Быть аккуратней Еще зеленых Мне подкинули Нам Может Я вам Нет Зачем мне так мучиться Если я могу Прямо сюда пустить Может Мне вас как-то По кругу Упустить Друзьяшки Что скажете Пусть зеленые едут вверх и вниз Вверх и вниз Вверх и вниз Вверх и вниз Ладно Нет, шучу А фиолетовые Пусть спокойно себе едут впрямо И им будет нормальный Так как у нас Мы избавляемся От вот этого перекрестка Который мне не нравится И от которого я не могу Избавиться по-другому Тайлз мне вроде как Пока что позволяет У них еще 13 штук осталось Тут внизу Есть отдельный домик Который Так, вот Рандебаунд давайте Пока что Его тратить не буду Я кстати только что Наверное осознал В чем одна из моих Самых больших проблем Кроме того что Я иногда Пытаюсь оптимизировать Чтобы оно выглядело Красиво Из-за этого Возможно Я где-то убираю Нужные тайлз Которые возможно Пригодились в будущем Я создаю какие-то Лишние перекрестки Сам того не понимаю Просто От желания того Что вот я хочу Чтобы у меня красиво Выглядели райончики Наверное Стоит немножечко Пожертвовать эстетичностью Вот Кстати Тогда давайте Вот так вот Еще сделаем Во Так будет красивей Я сказал что Надо пожертвовать эстетичностью И сделал красивей Ну конечно Так Сорян Я только на секунду Отключился Они как давай появляться А я как давай это А они тут это И все и тут Так хорошо Желтый у нас пока что остается отдельная экосистема Мне это нравится Фиолетовые Могут продолжать ездить в эту сторону Им тоже пока ничего не мешает Я доволен Как слом Зеленых мы вроде как разделили Тут есть внизу отдельный маленький торговый центр Икс одним маленьким домиком Который его обслуживает Если он не станет круглым То возможно мы пока проживем То что фиолетовый стал круглым Нам пока тоже не проблема Потому что машинки едут Все хорошо Все пучком Но я теоретически вижу Где у нас могут возникнуть проблемы Если сейчас резко слева что-то появится Мне придется ставить дороги в объезд Причем очень сильно И они мне сейчас могут запросто Где-то слева Вон там вот за горой дать Какой-нибудь там зеленый домик Или зеленый торговый центр И давай короче строй до него Все остальное Потому что второго тоннеля у меня нету Как бы это не было печально Да Надо было его брать Предлагали же Ну предлагали Вот что я сказал Слева Слева за горой Там где Да Ахаха Игра Прекрати Я возьму тоннель Я возьму тоннель Потому что Мне безвыходно Так Сюда И вот сюда Мне придется связать эту систему Но только из-за вот этого Перекрестка В принципе она мне Больше много чего Не наделает Мне сейчас из-за этого тоннеля Пришлось отказаться От Хайвея С другой стороны Здесь хайвей Пока что выглядит Не совсем уместно Потому что Я не знаю куда его ставить Тут Пол карты Занято вот этой чертовой скалой Которую не объедешь Не облетишь Вообще все как-то Вот как-то что-то не то все Тринадцать плиток Я конечно мог бы пойти на страшные затраты Но пока этого делать не буду Я могу вот этот фиолетовый верхний домик Аккуратненько обвести вокруг торгового центра И подключить его сюда Но он мне как-то не горит Блин мне придется дерево ломать Вот это мне прям неприятно делать Ладно Давайте Так Так Желтый вот сюда Желтый подключился аж сюда Прикиньте Аккуратненько появился И подключился сюда Не сказав мне ничего Внизу Я смотрю Откуда машина идет На желтый торговый центр А она вот тут вот в объезд Трандит Офигеть Все перекрестки вот тут какие-то Они прям все неудобные какие-то Прям вот Аааа Возьму еще один мост Потому что мне кажется Сейчас начнут появляться Справа и сверху И мне придется Не очень красиво это все делать Я вижу в принципе Откуда у меня могут пойти Мосты Ну Ну блин Цель у нас 400 Да? Ну вроде как 400 Если я не ошибаюсь Я вот этим ребятам сейчас Немножечко завидую Которые ездят по тоннелям На самом деле такое Офигенное чувство Ну не знаю Я когда Я когда-то жил в одном городе И там был Двойной такой тоннель Который начинался С въезда Под гору С одной стороны И потом ты выезжал Где-то посерединке Мог свернуть в город Или Заехать в туннель Под другую гору И поехать уже дальше Выехать с другой стороны города Вот И вот это вот Нахождение в туннеле Который продувается Ты там едешь У тебя открытое окошко У тебя играет музыка Не знаю У меня только положительные Впечатления остались Поэтому Мне всегда Вот немножечко завидно Смотреть на такое Хорошая зависть Приятная Не то чтобы Желаем чего-то плохого Это вообще Как компьютерная игра Но вы меня поняли Так вот Вот если спрашивать Мост или тоннель Тоннель мне наверное Всегда нравился Немножечко больше Хотя смотря какой мост Если он открытый И широкий Ты не стоишь на нем в пробке То мост Это тоже прикольно Вообще Что вам нравится больше Тоннели или мосты Или какой тип Трассы вы предпочитаете Я уверен Что все кто это смотрит Они тем или иным образом Вам нравится Ездить на автомобилях Так что Рассказывайте Рассказывайте Какие путешествия Вы предпочитаете Да ну шо ж ты ж Ты посмотри на этого Утырк Хорошо Давай вливаем тебя В общую систему Вот так вот сделаем Хотел я его Отрезать Но не получится Здесь мне нужен Будет еще один тоннель Смотрите Потому что Вот этот зеленый Торговый центр Слева внизу Он прям выпирает Мне туда В Поко До Педро Бранко Чтоб его Это не выговорю Вот И это неудобно Так Хорошо Мне нужен Возьму еще один Раунд Фиолетовый Так 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 Все Фиолетовый Поехали туда Что мне еще Появилось Вроде как Пока Ничего Вроде как Пока Ничего Ох Я же говорил Что мосты Мосты Понадобятся Хорошо Сколько У меня Плиток 28 Я на самом деле Могу шикануть Я могу шикануть И отдельно Для красного И отдельно Для голубого Создать Две отдельных Экосистемы Насколько я это Хотел раньше сделать Для других Но я не знаю Каждый раз Я пытаюсь Так сделать Выпендриться Чтобы получилось Что у нас там 5 плиточек осталось Но у нас Четверг Но 5 плиточек Но четверг Мне нужен мост Еще один Ну офигенно Да это не считается Одним мостом Ну Ну значит этот домик Постоит там Он не будет Никуда выезжать И все Ничего в этом страшного Не вижу Вот эту вот часть Я бы наверное Прибрал бы И пустил бы сюда А вот это У нас будет Скорее всего Выезд на мост Посмотрим Сейчас у нас Суббота Сейчас нам дадут Плиточек И я думаю Будет хорошо Красный Нет чувак Красный Вот сюда Вот пойдет Ну блин У меня нету плиток Дайте плиток Что вы как Это Моторвей пожалуйста Десять плиток Десять Черт Ладно Три из них я потратил Вот этот Зеленый домик Там пока что остается Я не Не смогу его привязать Пока что никак Но мы получили один Моторвей кстати Что неплохо Надо было скорее всего Брать 30 плиток Но Что есть Моему шумоему Как говорится Мне бы наверное Сейчас тоннельчик Если бы дали бы Я даже знаю куда его притыкну Ну посмотрим Так Пока никто не дерется Пока никто не ссорится Так я понимаю Все живут мирно Всем все хорошо Пригороды строятся Я очень боюсь сейчас Конфликтной ситуации Между фиолетовыми и зелеными Они там очень много дорог Делят вместе С желтыми Вон опять же Тоже он Смотри они останавливаются Им приходится пропускать Мне кажется Придется Вот здесь Вот сделать Вот этот Перешейк Чтобы фиолеты Вы ездили сюда Да Да Попробуем сделать Так Немножечко Облегчить им задачу Фиолетовый торговый центр Разбросный по всему городу О Четыре человека Перевезили 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 Хорошо Пятница Что он еще предложит До конца недели Сейчас посмотрим Тун-тун-тун Субботу Мне нужно Или много плиток Или Туннель Или Туннели много плиток Ну короче Давайте И то и другое Мне вполне подойдет Красные дома Это не проблема Они все сюда идут Итак Полтни осталось Воскресенье заканчивается Раздача начинается Туннель И плиточки Да Давайте 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 Поставим сюда мост А потом от этого моста Уже будем Полин Да ты издеваешься То что фиолетовый сюда Это ладно То что голубой туда Это ладно А вот то что Моторвей Вот сюда Это Это Неладно Зеленый Зеленый Иначе Не зря я сюда поставил Мост Это Голубых мы еще сюда Попробуем Привязать Моторвейм Вот этот желтый домик Он как-то блин Ни к силу Не к городу Он пусть стоит Я не хочу на него тратить Оставшиеся плитки Мне к тому же Зеленых домиков хватает И Дефицита пока что Не наблюдается Ой зеленый Желтый домик Я что-то на зеленый смотрю Желтый говорю Хорошо Так Красный Да этого пока не хватает Этого не хватает Стойте Вас Вам Тех домов тоже хватит Все нормально Блин их можно конечно Хрен с вами Давайте поставим здесь Рандебаут Давайте поставим сюда Переходничок И красные дома Втыкнем Вот сюда И пусть ездит Вниз Офигенно Ты красный дом поставил Дружище Так ну 9 плиток Мне сейчас вообще никак не спасут На тебе сюда голубых На тебе сюда голубых этих Чтобы они ездили Сейчас мне в воскресенье дадут еще плиточки Я вот тут вот построю еще одну систему Ну Сколько у меня там У меня мостов не осталось Давай мост Давай вот здесь вот сделаем разрез И давай Вот так вот сделаем Таким образом Таким образом И этот домик сюда впишется И этот домик сюда впишется И все будет В нужном виде Давай наверное вот здесь вот так вот сделаем Во Красота Насколько это может быть Вот Желтый торговый центр Давайте вот сюда Вот он и впишется Оу У меня там зеленые начали появляться Я их не раскидываю Они нужны А я их не раскидываю Еще один желтый Последняя плиточка Но у нас среда Я бы сейчас наверное взял бы еще один хэвэй Если будет Красные едут Но красным не очень комфортно добираться Насколько я вижу Надо здесь поставить светофор на высшем Выезде Чтобы немножко регулировать движение Чтобы по крайней мере они выехать могли из торгового центра И не создавали очередь Потому что иначе это будет проблема Красных туда сейчас очень много двигает Так Суббота Хорошо Семь сотен Приближаемся потихонечку к Фатальному числу в тысячу Потому что Тысяча нас развалит Сто процентов Но пока что Нету плиток Ладно Сейчас будут О Зеленый торговый центр Плиточки пожалуйста Мне торговый центр подключить надо Будьте бобры Будьте бобры А Давай Сам же спросил же Мне здесь мост. Наверное, надо было бы... Так, тут у нас куча голубых домов, которые не подключены, которым надо вот сюда. Это мы убираем, это мы ставим. И ставим сюда еще один светофор на то, чтобы разрулить это все дело, потому что иначе будет проблема. А что, если я поставлю еще один хайвей? Ну блин, дружище. Давай вот сюда прям. Плитки ушли в ноль, красные мы подключили, зеленые мы подключили. У нас есть неподключенные дома, блин, это печально на самом деле. Приходится их пока что абы как раскидывать, вот фиолетовый неподключенный. Вот тут плохое положение, так. Рандебаут я там никак не поставлю. А где что я могу сделать лучше? Я могу вот этот светофор сюда перенести. Иначе желтый там начнет лопаться, они не могут проехать, потому что у них нет фиолетовый тут очень в хорошем состоянии. Тысяча человек. Ну вот, я же говорил, мы приближаемся к тысяче, и на тысячи практически сразу у нас появляется непоправимое... Так, тоннель, мост, тоннель. Беру вот тебя, дружище, сюда. Тебя, дружище, сюда. Тебя, дружище, сюда. Фиолетовые едут сразу вниз, вот эти вот, по крайней мере. А вот этот фиолетовый сюда. Вот эти зеленые, вообще без понятия, что с ними делать, пошли они нафиг. Не туда. Сюда поедете, ну потом вернетесь, да. Хорошо. Этих зеленых попробуем вот так подключить. Так, светофор вроде немножечко помог. Там начали... А куда я тебе этот дом пристыкую, блин? Сиди там, короче, пофиг на тебя. С желтыми и фиолетовыми просто катастрофа. Там хоть и светофор, но они едут с такой скоростью. Там два огромных торговых центра. Это просто какое-то безумие. У меня нет плиток. Отлично. А что ты сигналишь? Ну там же есть красный и желтый свет. Сигналит он, блин. Если бы я на этом участке мог бы поставить рандебаут. Но я не могу, спасибо игре. Не предусмотрено. А без рандебаута там просто задница. Я там ничего не сделаю. Если я туда сейчас поставлю хайвей... Ой, вей. Мне кажется, что оно сделает только хуже. Потому что будет еще и съезд с хайвея, который будет создавать пробки. Слушайте, они хоть и с пробками, но они потихонечку разгребают. Хоть как-то... Ну двигайтесь нафиг. Чё вы как эти? Вон три фиолетовых просто стоят и они не пропускают. Смотрите, все, они стали намертво. То есть светофор показывает зеленый, но они там стали намертво. Им нормально. Все, они просто не едут. Тридцать дорожек. Я не знаю, вот пока я не поставил вот эту дорогу, они просто не ехали. Быстрее разгребайте, твари! Сюда едьте. Сюда едьте. Сюда едьте. Как хотите едьте, блин. Ну, сюда наверх просто никто уже не успеет приехать. Хоть я ими сделал дороги. Все, они вот тут вот все в пробке посередине застряли. И все. Короче, да. Вот это место сейчас лопнет. Но! Но! 1387! Что, в принципе, является очень хорошим показателем. Давайте в менюшку. Я думаю, что дальше мы тогда проходить сегодня в Дубай не будем. Давайте попробуем какой-нибудь челлендж. А, вот, короче, тут еще и челленджи открылись в Рио-де-Жанейро, потому что мы, видимо, больше штуки сделали. Что мы сделаем? Недельный или... Давайте мне вот недельный выглядит довольно интересным. Что вы от меня хотите? Так, это статистика. Итак. Ага. То есть тебе дается сразу 150... 150 плиточек и ни одной плиточкой больше на всю оставшуюся игру. Начинаешь четырьмя мостами. И очень большая вероятность, что пункты назначения будут двойными пунктами назначения. 150 плиток. То есть все. Больше, в принципе, не будет. Придется или спасаться хайвэями, или еще каким-то образом, блин. И... Ну что ж, это звучит опасно. Но это реально как челлендж. Вот он... Это интересно. Не знаю, по крайней мере, мне так кажется. Давайте посмотрим, как оно будет на самом деле. Еще можно было бы, наверное, подумать, как избегать таких моментов. Вот как у нас был, который... Блин. Прям как-то аж... Ну, они стояли и не ехали. Там не помогает ни светофор, ничего. Они тупо стояли и не ехали. Пока я не провел еще одну дополнительную дорогу, которую они не воспользовались, но при этом начали ехать. Я не понял до сих пор, как это работает. Если что, пожалуйста, объясните мне. И также я получаю сразу четыре моста. Ух, как я рад. Один мост я уже потратил. Но мосты-то будут? Будут даваться. Хорошо. Так, тут у нас... Машинки у нас будут ехать в то и другое место. Ладно. В принципе, пока что нам, наверное, не страшно это все. Посмотрим, как мы в дальнейшем будем разруливать эту ситуацию. Пока что пусть ездят. Или сразу им сделать отдельную... Да ну не, нафиг. Тут не самая удобная развязка, чтобы им делать отдельную... Зарян. Пересохло. Надо бы, кстати, на лисе что-нибудь попить. Но серия идет. Я не хочу прерваться, не хочу ходить куда-то. После серии схожу. У нас, кстати, жара. Надо бы холодненького квасцу бахнуть. Чем вы спасаетесь от жары? Ну, я имею ввиду напитки, мороженки и чё. Кто что любит, давайте признавайтесь. Потому что я считаю, что... Ну, квас, это прям тема. Особенно какой-нибудь хороший такой, вкусный. Кстати, вот... Я не знаю, у вас... О, рандебаут. Кстати, да. И больше ничего. У вас есть на улице вот эта вот продажа кваса из бочек? Я надеюсь, вы это никогда не пьете. У меня был знакомый, который работал во всем этом деле. Вы бы видели, какие там... Как это выглядит в конце дня. Вот эти помои внизу бочки, которые остаются. А вот зачастую их никто никуда не сливает. Их просто оставляют и доливают туда квас. Ах... Вам бы, наверное, отбило желание пить что-либо до конца вашей жизни. Ну, так, наверное, с каждым, ну, там, фастфудом и всё, которые... Если, ну, как бы, вы же знаете, из чего делаются наггетсы. Ладно, не хотел портить вам аппетит. Сидите, наслаждайтесь видео, кушайте, пейте. Я больше не буду пока что ничего говорить на эту тему. Пока что, да. Живите. Я такой провел сюда мостик и такой, о, спасибо. Дружище, я как бы вот так вот собирался делать, но... Ладно. Сделаем себе закрытую экосистему. Ну, вот, конечно же. Ну, конечно же. А тогда нафига мне так вокруг? Если я могу вот так? Могу вот так вот? Вот так вот? Вот так могу? Это создаёт мне перекрёсток с двумя мостами, которые отвратительно выглядят. И на котором будут люди тормозить. Не, я так не хочу. Давай вот так. Пусть едут вокруг. Такая... Такая ситуация, она будет немножечко по-оптимальней, мне кажется, чем... Ну, к чему вы меня обрадуете? Мостиком вы меня обрадуете? Давайте, давайте я возьму два светоформа, потому что ещё два мостика у меня есть. Как бы я потом не поперхнулся этими словами, но пока что, что есть. Вот. А там дальше... Вот уже и посмотрим. Угу. 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 начинаешь переживать за вот эти игровые проблемы, которые есть внутри игры, прям по-настоящему, и ты такой думаешь, ну, вот это важно, вот это надо сделать, потому что есть куча игр, вот, собственно, наверное, одна из черт, которая разделяет интересные игры от неинтересных игр, когда, например, у тебя неинтересная игра, и у тебя там какой-то персонаж, и с ним случается проблема, и игра тебе всеми драматическими способами пытается намекнуть, что вот сейчас грустный момент, вот сейчас нужно переживать, такой сидишь, думаешь, а мне пофиг на этого деревянного персонажа, пусть он сейчас, он помрет, вся его семья помрет, и всякое такое, ну, как бы, а что? Я к нему эмоционально не привязан, почему мне должно быть на него не пофиг, и вот, наверное, та игра, которая может тебя привязать эмоционально, она гораздо лучше взаимодействует с тобой, ой, моторвые, спасибо, именно с тобой как с игроком, потому что ну, давайте так, цель любой вещи, которую мы делаем, это испытывать эмоции, те или иные. Блин, вы издеваетесь, нахрен. Это очень жирно, но, блин, я не вижу другого выхода, чем сейчас все строить вот это вот вокруг, или загружать эту сетку, нет, давайте по хайве вы будете туда дуть потихонечку, вот, так я и говорю, что цель каждой вещи, которую вы делаете в жизни, там, смотрите киношку, играете в игры, помогаете, тратите что-то где-то, все это делается ради каких-то эмоций, положительных или отрицательных, и, собственно, отрицательные эмоции вы хотите свести к минимуму, потому что это стресс, злоба и всякое такое, положительные эмоции вы хотите преумножить, потому что, собственно, из них и состоит жизнь, из положительных эмоций. Но при этом у нас есть такая фишка, как эмпатия, наверное, будем это так пока что называть на данном этапе, когда нам нравится игра именно потому, что она заставляет нас или бояться, или переживать, или еще что-то, а потом, когда ты выходишь из игры, ты понимаешь, что это просто все игра, это все не в твоей жизни, и тебе с этим живется хорошо и нормально, и потом возвращаешься опять к этой игре, или же ты возвращаешься туда, в фильм, в игру, как-то мысленно, и начинаешься переживать с персонажем. В общем, это на самом деле достаточно легко ощутить, но, по-моему, вот то, что я сейчас рассказываю, это полная химия. Это нужно именно реально пережить и ощутить самому, чтобы по ничем вы говорили. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я. Вот, и, собственно, те хорошие вещи, которые заставляют нас чувствовать эти самые эмоции, потому что безразличие, пожалуй, это самое худшее, что может вызвать у вас, там, какой-то проект, игра или фильм, или еще что-либо. Если вы остались к нему безразличны, значит, авторы сделали свою работу очень плохо. Они вас не зацепили ни тем, ни иным способом, потому что даже гнев в том или ином виде... Мостик. Да, давайте еще один мостик. Тоже является неким триггером. То есть, если вы даже гнев не испытываете, ну, как бы, сорян, все. Значит, это бесполезно было. Вообще, так, если посмотреть, не знаю, этот год, он вообще какой-то отвратительный. Я понимаю, что это высокосный год. Не знаю, все говорят, знаете, есть что, высокосные года, они хуже, чем остальные. Все, но пока что этот год идет прям некрасиво с точки зрения ни фильмов, ни игр, потому что, ну что там, вышла Дюна, вторая, которая бы интересно, приятно было посмотреть в кино. Я даже не знаю, сколько раз в этом году в кино ходил. Не так уж и много, на самом деле. Во-первых. Во-вторых, с точки зрения игр, это просто какая-то катастрофа. То есть, я жду парочку проектов, которые мне хотелось бы поиграть, там, различных. Различных, некоторые на свече, некоторые на комп, всякое такое. Но в том-то и дело, что дошло до того, что я жду кучу индюшек, потому что больших ААА-проектов. Как-то вот флоп с ними получается полнейший. Вот. Была интересная задумка с Helldiver'ами, как онлайн-шутер, но Sony все просрали, к сожалению. Игра шикарнейшая, но они ее убили. Sony вообще, знаете, как царь Мидос, наоборот, они к чему не прикасаются, у них все превращается в говно. То есть, у них когда-то было время расцвета, к компании Sony как таковой я отношусь очень хорошо, я обожаю их продукцию. Но что касается их игровой вот этой вот части, как Sony PlayStation и всякое такое. Вот они сейчас самое слабое звено на рынке, как по мне, потому что их обходят абсолютно все. Их обходит, естественно, ПК, потому что это всегда была лучшая платформа. Их обходит Xbox, потому что у них шикарная подписка с бесплатными играми в первый же день релиза. И более удобные контроллеры, более мощная консоль. Ну, короче, Xbox во всем просто лучше. Их обходит Switch, то есть, вот в том виде, как он сейчас, у меня светофорчиков, светофорчики есть. Я возьму еще один, у нас фиг с ним. Их обходит Switch, потому что у Switch банально офигенно крутые проекты, в которые интересно играть. И, сколько я об этом думаю, я очень много времени провожу именно со Switch, потому что там классные вещи, и в них хочется играть. Вот, и, собственно... А в Sony, они где-то лет 10 назад, они... Они начали свое падение, но люди еще несколько лет не замечают, что все это падает вниз. А потом, когда заметили, то сейчас уже... То есть, на самом деле, Sony начала падать еще на... На этапе четвертой плойки. Хоть и четвертая плойка считается бешено успешной, но давайте так. У меня ее никогда не было. Я сидел и ждал, когда же будет то, чтобы я мог на нее купить себе 5 нормальных игр, которые мне понравятся. Но 5 нормальных игр за все существование плойки не получилось, потому что... Был Demon's Souls на тот момент, который мне не особо прельщал. Мне очень хотелось поиграть в Bloodborne. Честно. Это та игра, которую я считаю шикарной. Я играл у друзей, я смотрел немножечко. Но у меня у самого этой игры никогда не было, потому что у меня никогда не было плойки. Вот. И... Блин, куда мне этот оранжен хрен с ним? Он предстоит пока, что он не мешает. Вот. И опять же, у них куча классных проектов. У них была Killzone, у них... Блин, еще один мост на театрах. На, что бы тебя... На, кудасай. Вот. И получается, что... У них были интересные вещи. Та же самая Killzone. Но Killzone я прошел на Vita, если что. Да, я понимаю, что это две разных игры, но на тот момент, вот, то, что у меня чесалось пройти Killzone, у меня был выбор купить четвертую плойку или поиграть на Vita. Я прошел на Vita, и мне очень понравилось. Но это сбило мне настроение покупать Killzone на плойке. Опять же, с учетом того, что не было других игр. И на протяжении всех этих лет на плойку не выходило ничего стоящего. Ну, то есть, вообще ничего стоящего. У них выходили вот эти вот все недопонимания, типа, открытого мира со стелсом в траве. Ну, то есть, все вот эти Gaze Done, все вот эти Horizon, все вот это вот ересь. Оно же абсолютнейшее, одинаковое, абсолютнейшее бесполезное. Spider-Man, абсолютно... Что первое, что вторая игра, они блеклые, одинаковые, незаслуживающие внимания. Да, там вон есть люди, которые в них поиграли, которым понравилось на здоровье. Я же не говорю, что это плохо, а просто говорю, что мне лично эти проекты были неинтересны вообще ни капельки. Вот, так и получается, что все, что они выпускали, было мне неинтересно. Они продолжали губить хорошие студии, хорошие проекты, продолжали выпускать, по сути, однообразный шлаг, который не нужен, неинтересен. Вот, а после этого... Так, давайте мы сделаем вот... А я не знаю, зачем она делает такую штуку, я не хочу, думал, сейчас Highway туда запущена, нет. Вот, и получается, что вот они прикоснулись, хотели сделать Vita, и они ее очень быстро зарубили, хотя игра до сих пор бешено популярна. Ну, игра, игровая консоль, я имею в виду. Поэтому это была огромнейшая ошибка, так быстро ее дропать. Она сейчас в той же Японии пользуется огромнейшей популярностью. Ну, то есть, я не вижу, почему нужно было так быстро от нее отказываться. Блин, почему-то... Да, перестань! Ровно проведи, спасибо. Вот, и многие другие вещи, которые они делают, они смотрят, опа, она неприбыльная, они его дропают. То есть, тот же самый Bloodborne, я не понимаю, почему его было не переиздать. Хорошо не на четвертую, давайте хотя бы на пятую, ведь, черт побери, это из Souls игр, и вы знаете, что она бешено популярна среди игроков. Почему бы не сделать по-человечески, и переиздать ее? Вы же переиздаете разный шлак, типа The Last of Us, и, ну, вот это вот все, недоразумение. Причем они его мало того, что делают, они его еще и переиздают, они еще и ремастер на него пилят. Хотя оно вышло там буквально 2-3 года назад. Придется вот так, и вот так, чтобы доступ был и сюда, и сюда. А еще лучше, так, мне нужен, давайте еще один мостик возьму, мне лучше его не вверх подсоединить, а мне лучше его вниз подсоединить. Вот, и получается, что в этом году Sony продолжает себя закапывать еще дальше, потому что у них опять ничего не происходит. То есть, пятая Сонька отжила уже половину своей жизни, и на нее ничего нет, вообще ничего нет. И они пытаются подстегнуть сейчас людей, чтобы они хоть каким-нибудь образом... Да ты издеваешься нафиг. Чтобы они хоть каким-то образом продолжали покупать... Ну, не продолжали покупать, а пытались переходить на... Вот эту вот... Плойку. Нет, давай на перекресточек. Вот, но люди не хотят этого делать. Кстати, в ту же сторону, наверное, и Конкорд. Я думаю, что вы уже слышали про этот громкий провал, который произошел у них, когда они влепили очередной онлайн-шутер, и он, ну, типа, нахрен никому не нужен, потому что это дно просто, то, что они сделали. Так, ты будешь выезжать сюда лучше. Вот, и много чего, то, что они сейчас делают, то, что они считали, что подымет, а на самом деле со стороны это абсолютнейший кринж, и никому не надо. Поэтому, то, что я же говорю, их громкое падение началось еще тогда с выходом четвертой плойки в те времена, а сейчас вот этот свист от вот этого пике, он уже просто оглушает. И поиграть у них сейчас абсолютно не во что. Вообще, с появлением современных вот этих вот мощных консолей, начиная еще со свитча, потому что свитч, ну, не будем говорить, что она прям мощная, да, эта штука достаточно слабая, но дело в том, что она справляется со всеми поставленными задачами, во-первых. Во-вторых, ну, так, я могу сюда... Блин, сейчас они попереезжают все, подожди. Проедь быстрей. Так вот, насчет свечаешь, говорю, что, по крайней мере... А тут одну можно? Так, светофоры... Да, мостик, пожалуйста. Сыч можно было брать с собой. Вот. То, что я реально делал, я его брал и в поезд, и в самолет, это было достаточно удобно. А то, что сейчас появились всякие вещи типа ДЭК и других, типа мини-ПК, как консолей, это делает существование больших консолей, ну, грубо говоря, несущественным, наверное. То есть до этого можно было взять себе тот же самый Xbox, если вы очень ленивый человек. То есть, по сути, обычный ПК, ты просто берешь, кидаешь к нему контроллер, переезжаешь с креслица на диван и выводишь изображение на другой монитор. И все. То есть консоль тебе не нужна была, тот же ПК выполнил все функции. Но, допустим, если ты ленивый человек, и у тебя есть, там, лишняя денюжка, то ты можешь себе позволить взять себе еще и Xbox, и как барин, развалившись, вот, играть и на Xbox. Так, у меня закончится стоялся, это вообще хреново. У меня их больше не будет, мне придется как-то экономить. Вот это вот нахрен, вот эту дорожку, сюда будете ехать. Ага, супер. Тогда вот это сюда подсоединяем. Вот, то сейчас я вообще не вижу смысла ни в Xbox, даже, честно говоря, тем более ни в PlayStation, ни в всем, потому что тот же сыч, ты подключаешь к большому экрану, сидишь, играешь. Абсолютно все, что угодно сейчас можно подключить к большому экрану, и оно будет выглядеть шикарно, и будет играться, и выглядеть лучше гораздо, чем большинство стационарных больших консолей. Xbox у меня есть просто еще, знаете, понакатанный, потому что он был относительно дешевый, потому что он прикольный, потому что есть подписка. Но я сейчас, кстати, очень сильно раздумываю над этой темой, и я, пожалуй, наверное, это мой последний год будет с Xbox. В том смысле, что подписку я больше продлевать не буду, не так много игрушек выходит, и не так много я за ним сижу. Вот, и мне проще на Steam, на распродажах что-то поймать, и потом в это поиграть. Вообще, у вас же тоже, наверное, такое есть, ну, как, например, у меня, у меня есть вот игры для прохождения с вами, где мы можем посидеть, поболтать и всякое такое. А есть игры, которые ты покупаешь чисто для себя, потому что ты знаешь, что оно будет неинтересно на прохождении никому, но ты в это очень хочешь поиграть, и, как бы, берешь и думаешь, вот, все, вот это я взял для себя. Вот, например, не знаю, я как-то месяца полтора, наверное, назад, или что-то такое, я достал игрушку Another Code, которая переиздание с 3DS и V, там, на самом деле, две игры на одном карике, это для Switch'а. И вот я ее сейчас сижу, прохожу для себя, я уже одну прошел, вторая игра у меня там по пути, это офигенная штука, когда вот вечером перед сном завалиться и просто часочек посидеть, поразгадывать загадки, или даже не только загадки, а как, знаете, место, куда ты приходишь расслабиться, потому что там, ну, такая человая атмосфера. Вот так, сюда светофорчик, сюда, наверное, тоже светофорчик, потому что у них начинается бардак. Тысячу сделаем? Тысячу мы сделаем, все, они уже пошли. Вот, светофор помог, привезло сюда. Кстати, вот у меня на тысячи, кстати, почти что закончились Тайлз. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, в смысле мяу. Вот, значит, я, в принципе, был прав, что игра плюс-минус рассчитана на то, что ты раскинишь тысячу человек. Так, оранжевый сюда. Чем я могу еще помочь? Наверное, если я поставлю хайвэй отсюда, вот сюда. Чтоб хоть как-то разгрузить оранжевый и синий. Сейчас посмотрим, если они им пользоваться вообще будут. Да, оранжевые поехали пользоваться этим хайвэем. Это должно разгрузить мне пробки здесь от белых. Сейчас посмотрим. Так, что мне еще дадут? Еще два светофора? Да, давайте заберу. Светофоры на данный момент мне здесь хорошо бы помогли. Так что сюда ставим светофор. И, наверное, сюда ставим светофор. Понимаете, из-за того, что тут стоянка, они вон уперлись, и все, они просто не могут уехать. Развернись, олень! Нет, все, это я уже не разгребу. То есть тут вот эта вот пробка, которая создалась из голубухи и оранжевых, она меня просто погубит. Они не успеют расхлебаться. Ну, в принципе, да, вот это сейчас центрально лопнет. Бам! 1200 человек! Есть! Я такой, пожалуйста, набери 1200. 1206. Для челленджа 72 дня. Давайте посмотрим статистику. Я могу посмотреть, где я в этой статистике? В топ 35 процентов. Причем я достаточно хорошо собрал. Ладно, значит, это было... Значит, это было не так плохо. Ладно, ребятушки. В общем, наши беседы сегодня достаточно сильно затянулись. Пишите, что вообще об этом думаете. Может, не надо было играть в челленджи. Может, нам вполне хватило бы полчасика поехать покататься в обычном. Короче, слушаю ваше мнение. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok